Детский альбом Как театр начинается с вешалки, так и Российский национальный музей музыки начинается с оркестреона. Этот красавчик появился здесь 5 лет назад и до сих пор он единственный оркестреон в столице. Звучание механического органа может заменить целый уличный оркестр. Смотрите, в корпус оркестреона вмонтированы аккордеоны, саксофоны, органные трубы внутри и даже целая барабанная установка. И все это не просто звучит, а оживает. Аккордеоны сами раздуваются, а кнопки саксофонов сами собой нажимаются. Все как в ошившей сказке. Механические органы, звучащие как целый оркестр, были распространены в Европе в 19 веке, а вот в России популярными почему-то так и не стали. Музей музыки единственное место в Москве, где можно увидеть и услышать музыкальную диковинку. На поиски этого оркестреона ушло несколько лет. Его привезли из Бельгии, где он много лет находился в частной коллекции. Давайте узнаем, как этот удивительный инструмент попал сюда, у самого главного человека в музее музыки. Здравствуйте, Михаил Аркадьевич. А расскажите, пожалуйста, как этот оркестреон попал в музей музыки. Спасибо тебе за вопрос. А тебе нравится? Да. Несколько лет тому назад я был у наших друзей в музее Бетховена в Бонне. И там, в этом музее я встретил одного интересного коллекционера, с которым мы разговаривали. И он пригласил меня посмотреть свою коллекцию. У него было много интересных предметов, его коллекции. Он коллекционирует автомобили, пожарные машины, что-то еще. И потом меня отвел в один ангар. Я думал, что он мне покажет какой-нибудь старый Мерседес. А когда он открыл двери этого ангара, и это было большое помещение, и в этом ангаре он также хранил предмет своей коллекции, стояла вот эта вот красивая штука. Он мне ее сразу включил и завел. И этот инструмент сразу заиграл. Я очень удивился. Он мне стал рассказывать про то, что это настоящий бельгийский инструмент в конце 50-х годов. Мне понравилось, что это была такая перфорированная лента, которая вставлялась, и она с такими интересными пупырышками. И она играла. Это мне очень понравилось. И я спросил, а можно ли как-то приобрести этот инструмент для нашего музея, потому что многим бы гостям музея, и особо детям, это было бы очень интересно. Ну вот так мы с ним договорились. Через какое-то время, не такое уж длинное, мы заключили контракт, подписали документы, и этот инструмент ехал к нам из Германии, из центра Германии достаточно долго. Поэтому это совершенно уникальный инструмент. Я даже не знаю, сколько в России есть таких инструментов. Наверное, есть, но их точно не так много. Вот один из уникальных экземпляров находится здесь. И я тебя очень прошу, особо интересно об этом рассказать ребятам, всем, кто у тебя будет смотреть, потому что такой старый инструмент, и такой молодой ведущий, я думаю, что привлечет большое количество новых посетителей в этот музей. Тебе нравится наш музей? Да. А ты будешь с нами еще что-то делать? Да. А мы на тебя рассчитываем, потому что мы уже подготовили приказ, чтобы взять тебя в штат музея, чтобы ты был у нас штатным скоросоводом для твоих сверстников ребят. В то время, когда ты не учишь в школе, когда ты ничем еще не занимаешься, когда ты свободен от своих блогов, от той большой деятельности, которой ты занимаешься, в свободное время приходи сюда. Хорошо. Договорились? Давай, сейчас как правильно в этот период здороваться. Вот так, давай покажем. Сюда смотри, в камеру. Давай. Спасибо. Давайте расспросим о работе этого удивительного музыкального инструмента мастера-реставратора. Здравствуйте, Владислав Янович. Здравствуйте. А расскажите, пожалуйста, об устройстве этого музыкального инструмента. В основном он работает на так называемых пневматических агрегатах. Это устройство работает от сжатого воздуха, который нагнетается сюда мотором. Мотор подает сжатый воздух в мех. Мех регулирует давление, выставляет то, которое требуется. И дальше воздух в сжатом виде поступает в систему пневмоагрегатов. Управляются эти пневмоагрегаты от воспроизводящего устройства. А управляется само устройство воспроизводящее вот такими вот книжками. Перфорированная лента проходит через считывающее устройство. Каждое отверстие отправляет соответствующий сигнал. А я правильно понимаю, что вот длина ноты это их длина, а расположение это их порядок и высота? Совершенно верно. Совершенно верно. Чем длиннее вырез, тем дольше будет продолжительность звучания этой ноты. Ясно. Давайте запустим этот оркестрион. Давайте. Когда синтезатор нагреется, мы услышим гул. Вот посмотрите. Вот эти вот зубцы, так называемые, ключи, считывают сигнал с книжки. Когда перфорента проходит над ними, прижимается роликами, некоторые ключи попадают в отверстие, и клапана, которые находятся под управлением этих ключей, открываются и пускают воздух в мембрану внутрь всего механизма. Давайте вместе с вами запустим этот музыкальный инструмент. Субтитры сделал DimaTorzok В стиле модерн с яркой подсветкой этот оркестрион был сделан в прошлом веке. Чтобы не приглашать дорогостоящих музыкантов, оркестрионы устанавливали на танцфолах. Этот оркестрион состоял в одном из кафе в Вильгии целых 20 лет. Особых популярностей оркестрионы пользовались в Америке, Германии и Швейцарии, а в Голландии даже сейчас проводят конкурсы и концерты оркестрионов. Родственников этой музыкальной диковинки целое семейство оркестрионов можно увидеть в Музее русской предприимчивости в Ярославском селе Вятское, куда, возможно, мы и отправимся в одном из выпусков детского альбома. Вы ни за что не догадаетесь, но предком оркестриона является музыкальная шарманка. Это деревянный ящик, внутри которого вмонтированы звучащие тропки, мехи и деревянный или металлический вальп. Я думаю, что все знают сказочного шарманщика Папу Карлу. Крутя ручку, шарманщик мог воспроизвести записанную на перфоленту шарманки мелодию. Музыка Музыка А сам оркестрион стал предшественником граммофона. Об этом и многом другом мы с вами узнаем в ближайших выпусках детского альбома. До новых музыкальных встреч! Субтитры создавал DimaTorzok